Терминалы в руинах, повсюду островы сожженных машин. Уведенное французов шокирует. В условиях информационной войны европейские СМИ такие кадры не показывают. У французов нет достоверной информации. Им не говорят, что здесь продолжаются обстрелы гражданского населения. И гибнут мирные люди. Осторожно ступая след в след по свежему снегу, укрывшему неразорвавшиеся мины, правозащитники продвигаются к новому терминалу, непрерывно щелкая затворами фотоаппаратов. Казалось бы, в таких погодных условиях, как сегодня, детально изучить и зафиксировать последствия обстрелов украинской артиллерии. Проблематично из-за густого тумана видимость не больше 50, но максимум 100 метров. Но это напротив помощь, гарантия безопасности французской делегации. Сейчас, когда на линии соприкосновения относительно спокойно, аэропорт остается одной из самых горячих точек. Даже Новый год стоящие здесь бойцы подразделения «Спарта» встречали под обстрелом. Днем было спокойно, тихо. Но когда наступает ночь, когда в БСЕ наблюдатели все отдыхают, они начинают обстреливать нас. Нам нельзя стрелять, мы не стреляем по ним. Вместе с ополченцами французских делегатов сопровождает и их соотечественник Иуран Костель. Раньше работал экскурсоводом во Франции. Теперь это и его война. После одесских событий я был шокирован и принял решение присоединиться к сопротивлению. Я уже больше года в ополчении. Это соответствует моим принципам борьбы за справедливость. На улицах поселка Октябрьский, примыкающего к аэропорту, безлюдно. Почти все жители давно уехали в более безопасные районы. Те, кто остался – живые свидетели непрекращающихся обстрелов. Здесь после каждого обстрела мы выходили, тушили дома. И начинались крики. Там крик, там крик, там человек без головы, там без ног, там еще что-то. Это кошмар. Это просто кошмар. В домах до сих пор нет ни света, ни тепла, ни воды. Но, несмотря на это, здесь живут люди. Даже в этой пятиэтажке в нее снаряды попадали больше сорока раз. Сначала хотели напугать, а потом уничтожить. Это не война с военными, это война с гражданскими. Это абсолютно очевидно, когда видишь вот такие разрушенные дома. Разрушенные не только тысячи домов. Это знаменитый Свято-Иверский монастырь. В чудом уцелевшем алтаре зажженная лампада, как символ стойкости и веры. Все собранные факты и доказательства военных преступлений украинских силовиков против жителей Донбасса правозащитники намерены не просто представить европейской общественности, а использовать для будущего судебного процесса. А в том, что рано или поздно он состоится, французские делегаты не сомневаются. Евгений Голованов и Валерий Кожин, НТВ, Донецк.